Вечер во Владимире продолжается. В эфире программа «На первом плане». Напоминаю, что работаем мы в прямом эфире. Телефон студии 44 40 47. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. А я знакомлю вас с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях президент Владимирского фонда «Мама» Татьяна Николаевна Петеримова и член Совета фонда психолог Елена Анатольевна Литвинова. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, Владимирский фонд «Мама» — это сокращенное название, да? Да. А как будет, если не сокращать? Владимирский областной благотворительный фонд по защите материнства и детства «Мама». Расскажите, пожалуйста, я думаю, что нам, наверное, стоит начать с истории фонда. Как все начиналось? Оно все начиналось 12 лет назад. Есть такая международная ассоциация благотворительных фондов «Мама», которую руководит от ногов Радиусович. Он очень долго к нам присматривался и предложил создать во Владимире такой фонд. По защите материнства и детства. Вот таким образом этот фонд наш родился. Но, естественно, мы не один поле воин, поэтому мы работаем с нашими общественными организациями. Очень большую помощь нам оказывает Владимирский союз женщин, которым руководит Бородина Валентина Дмитриевна. Вот на стадии создания, конечно, очень нам помогла Мордасова Лидия Александровна, которая руководила детским фондом. Мы также очень... такая тесная связь у нас с общественной работой, с общественной палатой Владимирской области, с законодательным собранием, с уполномоченными по правам ребенка, человека, с клиникой «Эльф» мы очень тесно сотрудничаем. И, конечно, нам помогала, она была тогда директором городского ЗАГСа, это Карташова Галина Валентиновна. Так был создан наш фонд. А какие цели, когда фонд только образовался, какие цели вы перед собой ставили и изменились ли они сегодня? Вот можно я зачитаю, зачитаю то, что сказал наш президент в 2019 году на форуме «Святость материнства». Это все то, что было 12 лет назад, то сейчас есть в основе нашего фонда. Семья – это основа основ. Именно дома, в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, личные качества и духовно-нравственные идеалы, отметил Владимир Путин. И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценности большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних детях и родителях, создавать условия для профессиональной творческой самореализации молодых людей, решения насущных социальных, инфраструктурных проблем. То есть вот это было сказано в 2019 году, а 12 лет назад именно в основу были положены вот эти ценности, чтобы у нас была крепкая семья, чтобы наши дети воспитывались в духовности, в здоровой семье, именно в семье. И, конечно, мы проводим большую работу для того, чтобы можно было повышать статус и сохранить именно традиционной семьи и нашего родительства, то есть материнства и отцовства. Вот это наша главная задача. А вот чем конкретно занимается фонд? То есть какие проекты реализовывает? Проектов за 12 лет у фонда было очень много. То есть вот в основе вы сказали, как называется ваш фонд. Благотворительный. Все понимают слово благотворительный. Это значит что-то финансовое, материальное, то есть одноразовое или там какой-то чисто какой-то семье или кому-то подается какая-то помощь или там может быть собирается одежда, продукты и так. Вот у нас слово благо это немножко другое. Это физическое, духовное и нравственное здоровье всех, для кого наши учредители создали этот фонд. Основная работа наша все-таки она просветительская. И наши самые большие проекты, они созданы именно на просветительской основе. Но также, так как мы говорим, здоровье не только духовное, но и физическое, поэтому очень много проектов было у нас направленных на физическое здоровье матерей и детей. Если интересно, если мы успеем, я об этом тоже расскажу. И, конечно, мы принимаем участие во всех мероприятиях города и области. То, что связано с семьей, конференции, форумы, балы проводили несколько лет именно с Карташовой, которая инициировала это, семейные пары, которые собирались. Счастливым местью он называется. То есть вот это наша работа, на которой мы как бы и основываемся. Я знаю, что вы еще занимаетесь просветительской работой молодежи. С молодежью занимаетесь. Да, лучше я, наверное, отвечу на этот вопрос, потому что я уже много лет являюсь куратором как раз этого проекта, который называется «Основы счастливой семейной жизни». Это вообще эта программа, этот курс из 10 интерактивных лекций был создан в 2013-2014 годах. Создателями его стали педагоги-психологи, участники фонда «Мама». Создавался вот он в течение года, этот проект. Ну и потом мы стали его реализовывать. И тут, конечно, нам очень помогло то, что Комитет социальной политики, администрации области объявляет регулярно конкурс на лучшие социально значимые проекты. И вот мы с такой же регулярностью теперь подаем заявку на этот конкурс, получаем средства именно на проведение. И на данный момент времени, сейчас вот к этому году уже в шести конкурсах мы приняли участие и, соответственно, шесть раз реализовали этот проект не только на территории города Владимира, но и области. Нам, конечно, здесь очень помогла Ольга Николаевна Хохлова, в свое время узнав о том, что мы этот проект создали и начали его реализацию. Она поддержала нас всячески, и поэтому мы могли даже распространить этот опыт на районные города. Мы читали не только у Владимира, в городе Радужном, в Петушках, в Камешково. Вот, да, по-моему, все. Нет, еще Лакинский детский дом. Это был первый год, когда мы реализовали наш проект. И это был, конечно, для нас бесценный опыт, с учетом того, что это очень серьезная аудитория в плане того, что дети, когда мы в школах читаем и в других учебных заведениях, в колледжах, да, например, у них есть модель семьи. У этих детей нет этой модели. И даже для профессиональных психологов, а там даже психотерапевт читала эти лекции, было, ну, тяжело, конечно, осознавать, что кто-то не понимает, что такое семья. Да. Ну, вообще, цель проекта была возрождение духовно-нравственного воспитания школьников именно в нашей области. Ну, а если говорить о результатах, помимо того, что без малого 4 тысячи школьников и студентов в колледже уже прослушали этот курс. Сейчас, в данный момент времени, несмотря на то, что год был очень тяжелый в связи с пандемией коронавируса, пришлось администрации даже продлить с 2020 на 2021 год проведение этого реализации конкурса. Поскольку, сами знаете, часто учебные заведения уходили на дистанционное обучение, и мы, честно говоря, до конца еще и не знали, сможем ли мы его полноценно реализовать. Но вот на данный момент у нас уже 19 групп прошли этот курс, и осталась всего одна группа. Так что, пользуясь возможностью, с началом учебного года хотим обратиться к учебным заведениям города Владимира, что у нас есть возможность еще в колледже, в каком-то или в какой-то школе провести курс для старшеклассников или первокурсников. А как это происходит? То есть, например, у вас есть какой-то проект, к вам могут обратиться учебные заведения, какие-то организации и посотрудничать с вами? Ну, вначале, конечно, это было сложно, потому что мы сами вначале искали, кто бы нас мог принять, пустить к себе в свое заведение, и чтобы мы могли там прочитать. Потому что это было новое, это было очень необычное. А сейчас уже, Елена Анатольевна, по-моему, нас уже ищут сами директора школ или методистов для того, чтобы мы... По крайней мере, они очень отзывчивы к нашим предложениям, и точно так же, как и мы, разделяют тревогу и беспокойство за то, чтобы наша молодежь именно росла в традиционной семье и исповедовала вот эти вот ценности. Хотя молодежь сейчас очень изменилась, и мы понимаем, что нам и форматы нужно менять, чтобы быть интересными для них, а не просто приходить и говорить им вещи, которые они, в принципе, слышали и знают. Да, но вопрос, как они будут реализовать их в последующей своей жизни, тем более в семейной жизни. И, опять же, пользуясь возможностью, хотелось бы поблагодарить в этом году нас принял Владимирский политехнический колледж, его руководство и все, кто помогал нам организовывать эти лекции. И школа номер 8 города Владимира, ее директоры и преподаватели, которые участвуют регулярно уже в этом проекте, можно сказать. Ну и, конечно же, наших учеников и студентов, и слушателей, которые приняли участие в конкурсах на протяжении всех этих лет, тем более, что многие из них уже оперились, вышли из школы и учебных заведений, вполне может быть, создали свои семьи. И если им помогут наши лекции, те знания, которые мы им давали, мы, конечно, будем безумно рады, безумно счастливы. А как вообще молодежь откликается, на Ваш взгляд? Ну, молодежь откликается по-разному. Не будем скрывать, детям всегда интересно, когда к ним приходит, и кто-то новое, что-то новое. И немножечко, конечно же, наше ведение этих лекций отличается несколько от того, как работают учителя со школьниками на уроках. У нас есть принцип безооценочности и принцип того, что мы готовы выслушать и принять любое мнение ребенка. И вот в отзывах у нас есть анкетирование, мы проводим анкетирование в начале курса, когда мы хотим узнать их ожидания, во-первых, от этого курса, какие у них репродуктивные установки существуют, хотят ли они иметь семью впоследствии, через какое-то определенное количество лет, хотят ли они иметь детей, сколько именно детей им хочется иметь, понимают ли они, что верность – это необходимая составляющая семейных взаимоотношений, что супруги должны быть верны друг другу, что они вообще знают о себе, о семьях, о семейных традициях. И на выходе у нас тоже есть анкета, здесь уже идет обратная связь, понравилось ли, что именно понравилось в нашем курсе, что было ценным, что вновь они узнали. Хотели бы они посоветовать этот курс пройти своим друзьям-сверстникам. И тут, конечно, очень разные отзывы есть. Некоторые пишут, да, действительно интересно, и много было нового, и что-то было действительно ценно. Кто-то пишет, что ничего интересного, ничего нового я для себя не узнал. Ну, мы же говорим о семье, вот, поэтому как-то они считают, что они про семью уже все знают. Ну, вообще, в самом начале, конечно, было очень много положительных отзывов, и писали дети о том, что теперь я знаю, какую хочу создать семью, теперь я знаю, какого я хочу выбрать супруга или супругу, теперь я знаю, как выбирать вообще супруга или супругу. Вот, были такие, ну, не сказать забавные, случаи, когда дети писали, что нового узнали. Для меня новый термин, допустим, девочка пишет в камешковой, новый термин «Соломудрия». Впервые слышала этот термин. То есть много всего за эти вот шесть курсов, которые провели, и на протяжении вот этих вот лет, много всего интересного было, конечно, за одну программу не скажешь. Татьяна Николаевна, вот за весь период существования фонда «Мама», какие бы проекты Вы отметили наиболее яркие? Ну, вот этот проект действительно пятилетний, это действительно очень яркий проект. Еще хочется отметить еще один проект, даже не один, а два проекта, но из него получилась очень интересная у нас работа с нашим городом. Не секрет то, что у нас онкологические заболевания, особенно молочная железа, смертность на первом месте. То есть женщины умирают от того, что у них рак молочной железы. Когда мы это все проанализировали, мы решили написать президентский грант «Забота о женском здоровье». Мы его дважды выиграли, это было дважды выигрывали. Мы просмотрели, значит, продиагностировали больше двух тысяч женщин. И хочу сказать, что мы спасли не одну жизнь. То есть пять женщин мы спасли, это точно отправив фифонко-диспансер, им были сделаны операции, и их вернули к жизни, они сейчас здравствуют, слава тебе, Господи. А остальные просто поняли, что нужно обращаться обязательно к врачу, не нужно сидеть, прятать голову в песок и бояться, что что-то обнаружат. Надо ходить к мамологу, надо ходить к гинекологу. Нужно обязательно на себя обращать внимание, для того, чтобы не довести его до состояния того, что женщина попадает в онкологический центр. Такой же проект у нас был, как у нас в долголетии это называлось? Активное долголетие. Активное долголетие, это был проект... С Союзом женщин. Да, Союзом женщин. Это у нас был проект мужское здоровье. То есть с ними работали на их председательную железу, если вот так говорить. Потому что и здесь мы пять человек, мужчин, причем с высшим образованием, понимаете, также были на грани того, чтобы, может быть, уйти из жизни. Но тоже жизнь их была спасена. То есть это очень важно. И вот как уж это сложилось, там на небесах сказать очень сложно, но есть такой фонд социальных и научных инициатив в области женского здоровья «Белая роза», который возглавляет Светлана Медведева, Светлана Владимировна. Так вот, они решили открыть такое учреждение в нашем заведении, в нашем городе, и мы стали учредителем вместе с ними этого заведения «Белая роза», то есть, где цель которого – забота о женском здоровье, профилактика онкологических заболеваний, репродуктивной сферы и молочных желез у женщин нашего региона. Причем проводится это все бесплатно. Администрация города выделила замечательное помещение на музейный один, отремонтировали его. Вот фонд, Московский фонд Медведева закупили великолепное оборудование современное. Мы помогли открыть это заведение, то есть, приложили все силы, так как мы стали учредителями фонд «Мама». Сейчас по полюсу можно пройти обследование за один день полностью женского здоровья. То, что женщины не могут добраться до женских консультаций, особенно это касается сельского населения, у них там вообще нет таких служб. Сейчас этот уже открыт, эта «Белая роза», и работает на полную мощность, и, конечно, женщины очень благодарны. Очень. Вот я считаю, что, получив из нашего проекта выйти к такой проекту, это очень важно для нашей области. А как вообще рождаются идеи проектов? Кто придумывает проекты? Кто вдохновляет? Ну, вы знаете, что вообще изначально у нас, когда мы только начали, вот фонд создали, у нас была такая концепция. То есть мы назвали, что платформа должна быть такая, здоровые дети, здоровая семья, здоровая нация. И вот по мере поступления каких-то проблем, которые возникают, мы создаем вот эти свои проекты. Ну, что такое здоровье и физическое здоровье? Ну, вот что делает фонд хотя бы в плане физического здоровья, бесплатного физического здоровья, помимо «Белой розы»? Ну, на базе клиники «Эльфс» с момента создания нашего фонда принимаются бесплатно дети, часто длительно болеющие из малообеспеченных семей. Вначале мы принимали детишек на каникулы, на зимние, на осенние группы. Мы потом поняли, что это не очень рационально. И теперь просто каждый месяц мы можем принять 3-4 ребенка в нашей клинике длительно-часто болеющих бесплатно. Потом мы провели большую акцию, потому что очень много нейтрологических заболеваний, попасть к нейрологу не так просто. И с 18 июля с 18 года по 19 в нашей клинике «Эльфа» невролог, кандидат медицинских наук, каждый четверг принимал по 5-6 человек. Тоже это было очень важно и очень нужно, особенно для тех людей, которые приезжали из сельской местности. То есть они знали, что можно приехать, попасть и получить квалифицированную какую-то консультацию. Сейчас мы решили, что такой проект создали, как называется «Золотая пчелка». «Золотая пчелка» – это программа оздоровительного лечения детей в возрасте от 5 до 14 лет. Почему «Золотая пчелка»? Во-первых, пчелка, потому что это приборное лечение, это не мекоментозное. Этот прибор, сканер, который действительно необыкновенный, он немножко жужжит, как пчелка, и кусается чуть-чуть. Почему «Золотая»? Потому что прибор создавался для полетов космонавтов, поэтому он абсолютно безопасен и очень большой запас оздоровительных методик можно с ним. Поэтому называется «Золотая пчелка». Мы принимаем детишек до конца августа, но, наверное, я думаю, что, может быть, мы и продлим до конца года, с большой очень скидкой, 55%. Это также часто длительно болеющие дети, дети, которые неусидчивые, как у нас называют мамочки, иногда говорят, ну вот никак мне с ребенком не справиться. Активные такие дети. Дети, у которых осанка, нужно исправить осанку, сколиозы, те же сколиозы. Вот эта вот программа, которая тоже сейчас у нас разработана. Ну, нас немножко подвел коронавирус, как сказала Елена Анатольевна, поэтому немножечко было приостановлено. Но вот эти вот программы, программы, они очень нужные, очень значимые и востребованные. А вот если есть желающие попасть к вам в программу, как это можно сделать? Это просто можно позвонить по телефону 32-22-28. А какие вот у вас планы на ближайшее будущее? А планы на ближайшее будущее развивать вот эти все… У нас очень большая сейчас задача перед нами стоит, потому что мы проанализировали, что после коронавируса у нас наше население, которое пенсионеры и предпенсионеры, проболели больше 50%. А восстановительного лечения просто не существует в области. Оно есть, но очень-очень маленькое. Вот если мы сумеем президентский грант выиграть, то будем заниматься… Методики есть, результаты есть. Если получится, то мы хотели бы вот такой проект внедрить в наши области. А что нужно сделать, чтобы выиграть президентский грант в этой сфере? Вы знаете, нужно писать грант. Это очень трудоемко. Это надо доказать. Эксперты иногда, вы знаете, не всегда может быть очень странно. Мы не знаем, как там отбор идет. Несколько человек отбирают, смотрят твой проект, и они считают, по каким-то параметрам подходит это или не подходит. То есть нужно это или не нужно это. Я считаю, что это просто необходимо. Это не то, что не нужно, это просто необходимо. А уж как получится, не знаю. А вот проекты, которые вы планируете, все-таки на кого они ориентированы будут, на какую аудиторию? Это пожилые люди, это молодежь. Если сейчас, то это будут пожилые люди, потому что молодежь пока еще так не болела, и они более легко переносят коронавирус. А пожилые люди, у них столько побочных эффектов, и они настолько тяжело выходят из этого состояния, их нужно восстанавливать. Но это очень сложно. И им самим порой просто не справиться. Идти куда-то в какие-то, я не знаю, клиники, это может быть даже очень недорого для них, это пенсионеры. Да и у нас, в общем-то, в принципе, никто больше не предлагает этого восстановительного лечения. Но в любом случае люди должны знать о том, что существуют такие проекты. Вот каким образом вы популяризируете? Вот сегодня вы пришли, конечно, на телеканал «Вариант». Ну, у нас, во-первых, есть свой сайт «Фонд Мама». То есть существует сайт, на который можно зайти, на котором все выкладывается. Дальше, конечно, существуют печатные какие-то... Когда мы вот программу, когда нас принимал невролог, мы вообще просто транслировали на областном радио. Платили денежки за это. И транслировали, чтобы люди могли это услышать. Женское здоровье. Также делали листовочки, оставляли в женских консультациях, чтобы они могли это увидеть. И просили даже врачей, чтобы они направлялись сюда, к нам. Но мы больше даже ездили. Второй грант, он был вообще даже для сельского населения. Это просто был выездной. Наши врачи с аппаратуры просто выезжали на место, в сельскую местность. Спасибо вам большое, что поделились вашими проектами и пришли к нам сегодня в гости. До встречи в следующих эфирах. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Спасибо.